Музыка Фух! Наконец-то смолк шум этого могучего представителя российского автопрома и мы погрузились в настоящую первозданную тишину под ногами мягко пружинит торф и мох воздух, который можно просто пить с жадными глотками и мы можем сказать дорогие друзья, свершилась наша заветная мечта мы вместе с вами находимся в Карелии в том месте, которое для многих представляется как настоящий рыболовный рай я надеюсь, мы сумеем показать вам местную рыбалку но это в том случае, если рыболовные духи будут к нам благосклонны потому что рыбалка это не магазин, рыбалка штука полосатая и что нас ждет там за таинственной кромкой леса мы узнаем буквально через несколько минут а пока приглашаю вас на встречу с хозяевами этого замечательного лесного дома дорогие друзья, если мы куда-то приезжаем это значит, что очевидно нашу программу пригласили в гости и сегодня мы в гостях у Лени Семенова и Сергея Духовского с которым мы переписывались много лет но вот случилось чудо и мы в Карелии в гостях у этих замечательных парней значит, это место, вот мы там смотрели, там на домике табличка Бобровая 10 почему? у вас, в общем, 50 километров до ближайшего поселка и вдруг название улицы ну, так изначально-то вообще, получается водоем-то называется Бобровая и у нас дороги вот такие вот, которые лесные они подразделяются на ветки вот, и этот водоем находится на 10-й ветке вот, потому что сидели-сидели с бухты-барахты, давайте сделаем табличку ну, она художественная очень получилась что сегодня, что мы сейчас будем делать? лодка ПВХ в наборе две лодки и деревянная плоскодонка сейчас приходим, лодку качаем и ищем какую рыбу? горбатую то есть окунь ждем горбатых ждем горбатых ну, что, в общем, вот нехитрый план, да? да выйти на воду и попытаться поймать окуней что получится, мы узнаем буквально через несколько минут а сейчас вперед, да? идем на водоем в бой в бой! танки м м м м м м м ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот вообще нормальное состояние, что надо отчерпывать водичку. То есть лодка проверена, выдержит? Конечно выдержит. 15 лет выдерживала. Я хочу сказать, что это карельский спиннинг с карельской плетенкой. И Лёня Семёнов подсказал нам выбрать именно вот эту замечательную блесну. А сейчас состоится первый заброс в карелье. Музыку, пожалуйста. Что-то есть? Я что-то зацепил. Какую-то некрупную рыбку зацепил. А вот он. А вот он обрылился. Мы пока только пробовали. Ну что, рабочая блесна. Спасибо, Лёне. Он подсказал, что здесь работает. Слушайте местных рыболовов. Они дурного не посоветуют. Сейчас остановились возле таких... островков морковника по-уральски. Это называется морковник и горошник. Горошник это перспективно для щуки у нас. А здесь мы просто будем исследовать. Ну, медведи есть. Я надеюсь, и окуни есть. Так, какая у вас традиция существует? Ну, мы когда приезжаем, всегда водяному надо налить. Водяному налью, значит клевать будет. Так и рыбалка удастся. Давай нальем. Хорошо. Пульсирует спиннинг. Вот так вот выкается. И... Оп! Красивый, темный, карельский окушок. Складывается в ведро. А с целью упиться потом вкусом копченого мяса окунього. Оп, оп. Ха-ха-ха, есть! Есть, вот он. Опа. Да, пульсирует, пульсирует. Там спиннинг достаточно жесткий и не передает всей борьбе. Ну вот, сейчас... Оп, оп, оп. И вправо... И тут, и там! Окунь атакует нас! У вас больше ли у меня? Давайте сравним. И у ведущего крупней. Знаете, почему крупней у ведущего? Не потому, что я больше мастерства, а потому, что я гость. И хозяева, они покрупнее окуней отгоняют на ведущего. Это закон гостеприимства карельский. Вообще супер закон. Мне нравится. Неплохой, неплохой, да? Он хвостом вперед! Погоди, покажи! Забагрили! Это вообще отдельный номер. Достигается путем многолетней тренировки. Запасть-то любой может поймать. А вот за хвост только мастера. Пока Павел Федорович Сергеев. На спиннинг душ от водоем. Но у них это плохо получается. А мы на балансирчик. Смотрите, любопытный момент. Щука хапала. По-куцами. Но таких отпускаем. Сергей, как часто необходимо осушать сосуду? По степени заполнения. Мы сменили дислокацию и вот уже у Сергея первая поклевка. Посмотрим, что здесь. Покрупнее пришли окушки. Берем. Берем. Этого берем, да? Да. Ну так. Нам же надо что-то есть. Ох, пришел. О! Ой-ой-ой-ой! Вот этот рекорд на сегодня. Да. Я хотел сказать, что у меня пришел покрупнее. Ну-ка, Павел. Не соврали, когда звали? Не соврали. Ну, вот это можно ловить такого. Значит, мы сейчас попробуем все-таки поискать крупного окуня. Потому что на зависть нам Леня, как хозяин водоема, выловил окуня такого, на наш взгляд, на килограмм. Поэтому возьмем сейчас блеснущую щучью и попробовать крупного окуня зацепить. Мы все-таки рискнем. Сделав несколько проводок большой щучьей блесной, получив несколько атак, но окунь не засекается, ставим вот такую блесеночку, колокольчик. На наш взгляд, она должна очень перспективно работать. Посмотрим, что скажет окунь. И раз. Есть? Есть. Кто там? Не крупный окунь. Честно говоря, я полагал, что на эту блесну должно ловиться что-то исключительно большое. Впереди опять продолжаются плески окуневого боя. Засекается он очень хорошо, жадно. Все, ведро на ужин. На бесхвостого. На бесхвостого. И тут еще один подходит к берегу. На бесхвостого клюет лучше, чем на блесну. Кусочек моркови можно фактически насадить и ловить здесь. А это что такое? Что это такое? Товарищи, вас спрашивают. Это полное безобразие. За борту. Ну, смотри, Павел Федорович, на огрызок берут. Так кто ж знал, что надо было старых огрызков набрать. И вот так на вечерней заре, на ласковом солнышке карельском, сидеть да из-под лодки доставать 300 граммовиков. А мы вон что. Одну блесну, другую. Я думаю, что можно завершать нашу сегодняшнюю разведку. Она вполне удалась, на мой взгляд. Не знаю, как ребята. А мы вот только сегодня с самолета, с поезда, с машины. И сразу на водоем. Я в восторге. Не крупный окунь, да. Но есть два нормальных экземпляра. Два приличных экземпляра. Есть ведро практически окуней. Вот сейчас еще одного позвольте. Вот так. Вот ведро окуней. Согласитесь, совершенно неплохих. Будем коптить, будем жарить. Проведем сегодня вечер в избе походной, в лесу, у огня. Под дружные разговоры о том, что такое классная рыбалка. А завтра, Бог даст, будет новый день. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, пришло утро нового дня. И после вчерашней разведки мы вновь пытаемся ловить окуней. Ну, кто-то пытается, кто-то сразу ловит. Поэтому Леня Семенов сейчас достает окуней. А мы ждем, пока он достанет побольше. Подманит. У нас есть спиннинги, у нас есть бортовые удочки. Позвольте, я покажу. У нас есть бортовые удочки. И самое главное, у нас есть нестребимая жажда рыбацкой страсти. Ее удовлетворение. То есть попробовать зацепить окуня покрупнее, горбача. Я сегодня во сне видел. Посмотрю, сбываются ли мечты наяву. Леня видит сейчас то, чего не видим мы. И не видят телезрители. А именно стаи окуней, которые мгновенно окружили нашу лодку. Такая вот немудрящая попытка поймать окуня на бортовую удочку. Что там у нас насажено? Балансир. Карельские фирмы. Все карельской фирмы. Мы берем такую блесну в колокольчик, проверенную вчера. И посмотрим, будет ли сегодня толк. Ну, ловись рыбка, большая и малая. Да, есть! Первый же заброс. И кто-то к нам спешит. Вот пока можем рассмотреть. Это первый окунь, пойманный за сегодняшнее утро. Красивые желтые глаза, выразительные. Ярко-алые плавники. Гордый гребень. Все в наличии. Он темно-зеленый. Ну, очень красивая рыба, мне кажется. Ну и все. А теперь к небольшой рыбацкий куличек. Чудесный вот такой воблер. Обратите внимание, он играет вот так вот, извиваясь всеми частями тела. Окраска яркая, вода темная. Окунь бросается, как бык, на красную тряпку. Весь окунь наш. Тореадор, смелее в бой. Тореадор. Слушайте, это знаете, что за дельфин попался? Гигантский. Да, это вчерашний шнурок. Продемонстрируйте. Ну, смотрите, какая. Шнурочек. Ну, малечек, куда ты схватился? Мамка, где твоя папка? Куда смотрят они, твои мамки и папки? Мы модернизировали нашу приманку. Одели окуневый глаз. Вот так вот. Мне кажется, должно быть привлекательным. Хоп. Подлец какой. Крупнее-то нет, что ли? Там позови старшего брата. Не путь глаза, а иди зови. В третий раз старик забросил мне в море, а мы в третий раз меняем мормышку. Потому что утратили одну, съели окуни. Вторая проявила себя не лучшей стороной. Тройник плохо цеплять его, плохо цеплять глаз окуневый, он все время слетает. Поэтому сейчас мы попробуем вот такой, третий вариант. Блесна и мормышка комбинация. И хочется поймать вот что-то такое. Вот сейчас поклевка была у самой лодки. И собрались вокруг окуня, стая. Где-то я держу специально. Не знаю, видите ли камера, но там с десяток окуней прямо вслед за ним ходит. В общем, все хорошо. Надо ли ехать так далеко, чтобы ловить эту рыбу? Надо. Потому что здесь не только рыба, а самый главный компонент рыбалки. Здесь отличные люди, с которыми приятно находиться вместе, слушать их рассказы, смотреть, как они талантливо готовят рыбу и есть ее, пуская слюни. Очень хорошо. Дорогие друзья, кто хорошо ест, тот хорошо работает. Поэтому мы сейчас, Леонидом Семеновым, решили приготовить легкий походный рыбацкий ужин. Сегодня будет рыба копченая, горячая. Ну, это окунь. Окунь озерный, жирный, да? И сделаем все по-простому. Картошку с грибами свежими. Так разожжем костер, казан на огонь. Ждем, пока накалится будет. Пока калится казан, ваш покорный слуга будет заниматься тем, что будет развешивать окуня для копчения. Дорогие друзья, копчение окуня – процедура достаточно простая. Что мы сейчас в нее просто привнесем? Мы будем провешивать, выветривать наших окуней на свежем карельском воздухе. С тем, чтобы они попали в коптилочку уже обветренные, обтекшие. Мы считаем, что чем меньше влаги будет в коптилке, тем будет более вкусный получаться копченый окунь. Продергиваем через глазницы окуней и будем развешивать. Здесь у нас есть специально подготовленный гвоздик. Фиксируем на нем нашу проволоку и вот таким образом будем готовить окунь. За моей спиной Леонид Семенов ведет подготовку к жарке картофеля. Там уже есть костерок и до нас долетает ароматный дымок. Мы тоже немножко включаемся в процесс копчения. Так что ведущий будет малосольный и копченый немного. Так, ну что, завершаем процесс вывешивания. Пусть они у нас повисят часик, а мы присоединимся к кулинарным подвигам Леони Семенова. Это у нас будут грибы сильно жареные для горячих парней. Аппетитно выглядит, Леонид, мне нравится. Мне кажется, закрывать, пока я не съел. Пока Леонид сейчас у нас занимается сложным блюдом, таким как картошечка с грибами и овощами, а также лучком, мы займемся нехитрым процессом. Вот наша решетка, два этажа рыбы, которые мы сейчас уложим там, где рыбка обветривалась. Ну вот наша рыбка, как нам представляется, уже дошла до нужной кондиции. Лишняя влага ушла, поэтому мы можем спокойно приступить к съему рыбы, выкладке ее на решетку. Перебор, конечно, по количеству рыбы, но лучше перебдить, чем не добдить. Что не съедим, то есть мы сейчас оставим вялиться, и будет у нас рыбка еще вяленая. А рыбка в двухэтажном вагоне-купе сейчас отправляется в коптилку. Конечно же, рыба коптится на различных видах щепы. И вот у нас есть ольховая щепа. Она приятной такой желто-маслянистой стружкой укладывается на дно короба. И, соответственно, пошла рыба. Опа! Вот так. Отлично. Закрываем супер-крышкой. Только что над нами пролетел со страшным кряканьем, каким-то недовольным гуси. Раздраженно явно. То есть мы не позвали его к этому казану. Но может, это и счастье гусиное. Потому что если бы мы позвали гуся к казану, то не к казану, а в казан. Но еще не открыт охот-сезон. Так что лети, птичка, и не ругайся. Хоп! Ну что? Прекрасно. Прекрасно. Они томятся. Я думаю, скоро, скоро очень приобретут окончательно золотистый вид. Мы не будем позволять вам захлебнуться слюной при виде наших копченых окуней. Важно, что они готовятся. И они будут готовы и будут съедены с необычайным воодушевлением. А мы переходим к нашему походному блюду. Значит, давай, накладывай. Я просто не могу. Это должен делать тот, кто готовил. Но главное, тут есть картофель, грибочки, морковка, овощи тушеные, перчик в том числе. Теперь берем, обсыпаем это приятной зеленью. Так, ну, за ваше и наше здоровье, а также за здоровье всех наших уважаемых телезрителей. Ммм, прелестно. Прелестно и даже где-то божественно. Дорогие друзья, вкусовые пупырышки торжествуют. Я хочу пожать руку Лене. Спасибо. Ты сделал классную вещь, очень сытную. И мы сейчас отправимся поедать то, что приготовили. А вам всем желаем приятного аппетита, бесконечного терпения, здоровья. Обязательно бывать на природе, выбираться на рыбалку и получать то неизмеримое удовольствие, которое получает каждый истинный рыболов, когда реализуется его мечта выбраться на природу и поймать настоящую рыбу. А что вы пожелаете всем, кто смотрит эту программу? Здоровья, самого главного, удачи. Ни чешуинки, ни хвоста. Ни клева, ни задева. Ни хвоста, ни чешуи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире проект «Мужские выходные рыбалка». С вами постоянный ведущий Павел Сумской. Мы начинаем съемки нашего проекта здесь, посреди бесконечной казахстанской степи, под огромным куполом неба, идя по знаменитой дороге. Если вы спросите, чем же она так знаменита, а тем, что когда-то, несколько сотен лет назад, шли караваны купцов, шли верблюды, навеюченные грузами, шли всадники, закованные в доспехи, шли путешественники, такие знаменитые, как Марк Пола в том числе. А сейчас идем мы. Что же это за дорога? Знаменитый, великий шелковый путь. Там Китай, впереди Европа, а вот здесь, посреди Казахстана, недалеко от Алматы, мы будем снимать программу о рыбалке на удивительную рыбу, которую зовут здесь. Змей-башка, научное название, змей-голов. Приглашаю вас на рыбалку в Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Стоп, 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 дорогие друзья, давайте для начала представим высокую принимающую сторону. Уроженец города Кентау, доктор экономических наук, президент Федерации рыболовного спорта Казахстана, мастер спорта международного класса, чемпион мира и, наконец, просто сумасшедший рыболов. Мы ехали, ехали и, наконец, приехали. Прекрасно. На сутки? Да, мы где-то практически ночь не спали, но это того стоит, потому что потрясающе. После этого перелета степь, бесконечный купол неба и бассейн зелени, такой просто оазис. Да, это рыбацкое деление, Паша. Я обещал, что вот когда появится время, приедете сюда. Это как раз для рыбаков. У нас челябинские богатыри, уральские парни, которые прошли Крым, Рым и, в общем, медные трубы, но вот здесь они еще не были. Ребята, я же вас отправил устроить. Это конченый рыбаке, оказывается. Так, бедр, Тимур, Саша, да? А вот дайте посмотрим, что вы привезли здесь. Работать будет вот это, будет работать. Я думаю, что мы на воде потом покажем. У тебя тут работают, да? У тебя там будет очень хорошо. Вот это будет работать. Слушай, да с такими снастями вы же рыбы не оставите здесь. Разбир имеет значение. Нет, это отлично. Я сам такой болею болезнью, которая никогда не лечится, эта рыбалка. Это хуже меня тоже такой же диагноз. Хорошо, у них есть психолог Тимур, Саша, капитан команды, вещий врач, это Федор. Чуть позже, по ходу нашей программы, мы обязательно познакомим вас со всеми участниками нашей рыболовной экспедиции и обязательно дадим им слово. Я приятно удивлен, что они действительно даже на завтрак не идут. Вещи бросили, взяли свои снасти и уже готовятся. И это меня сильно пугает. Знакомство окончено, завтрак решительно откладывается. По предложению Романа, перед основной рыбалкой на Змейголова решаем размяться на местном судачке. Благо гигантский, более чем 120-километровый водоем, Копчегайское водохранилище, плещется буквально за порогом. Руководит разминкой Эдуард Двухименный. Это наши гости из России. Грузимся. Куда мы грузимся? Мы грузимся в прекрасный катер, который, как белая чайка, готов стремительно умчаться в синюю бесконечную гладь. Дорогие друзья, мы в море. Два километра от берега под нами 15 метров чистейшей пресной лазурной воды. Идем троллингом. Способ ловли рыбы в этих местах довольно распространенный и привычный. Рыбы пока нет, но слева по борту можем наблюдать остров Утиген-Батыр. Его рыболовы называют остров Змеиный, а вот молодежь, наоборот, остров любви. Интересно, почему? На нем гнездятся чайки круглый год. Какие любвеобильные чайки. Чайки чайками, но где же рыба, товарищи? Оно, конечно, плюс 38 и ветер, но все же. А, вот, кажется, у Эдуарда наконец-то поклев. Не знаю. Что-то есть. Есть. Идет это что-то как-то подозрительно вяло. Может быть, там все-таки действительно ничего нет? Есть маленький, малец совсем. Есть. Маленький, но жадный судачок. Первый судак, друзья. Вот такие мальцы сейчас будут брать. Заглядываем в зубастую пасть. Как видим, солидольный виброхвост оказался наиболее привлекательным. Ищем что-то подобное в своих походных закромах. Выбор сделан, и вот оно, счастье. Была поклевочка. Работаем. Наташа, сегодняшнего водителя, он сказал, если судаков не заберем, обратно нас не привезет. И ведь не возразишь? Как известно, капитан в море сам закон. Опа! Есть, Саня! Есть! Сумер! Есть, Саня! Саня сегодня с вами. А если у кого-то спиннинг сегодня молчит, можно найти ему иное применение. Вот, например, Тимур. Ну, очень похож на человека с веслом. Похож, да? Так, дорогие друзья, шутки в сторону. Тут, кажется, дело пошло. У Эдуарда еще одна поклевка. Аси-ка-си-ка-тюб. Что-то есть. Это все. Ух ты! Борется! Да-да-да. Борется, борется. Смотри, смотри, смотри. Да-да. Маленький, а борется, блин. Такой же. Вот, какой красавец. Хорошо зацепился. А тащил-то, да. Здесь стандарт, видишь? И так по Копчегаю походили, с Настей себя размяли, трех рыбешек по-честному поймали, воздухом после дороги продышались. Что ж, отправляемся вечерять на бережок в гостеприимную рыбацкую деревню. Так, ну для меня рыбалка точно, в первую очередь, путешествие. Мы никогда не возвращаемся без рыбы. Бывает ее до тошноты много. Вот. Бывает мало. Но для меня лично точно, в первую очередь, путешествие. Ну и азарт. Выдвигаемся. Ну, теперь выдвигаемся. Давайте на Алтын-Эмель. Ну, теперь ребята, которые приехали, я думаю, сейчас пора уже их удивлять. Поехали. Дорогие друзья, мы выдвинулись на границу заповедника Алтын-Эмель, что в переводе означает «золотое седло». Вот где-то там, в районе этого седла, на границе заповедника, на одном из пойменных озер, которое с легкой руки Романа Батабекова получило название Чингисхан, мы и собираемся ловить рыбу того самого заветного «Змейголов». Дорогие друзья, немного поутихли страсти. Лодки готовятся к выходу на озеро Чингисхан и буквально через 15-20 минут мы сможем понять наша затея, наша длительная экспедиция за «Змейголовом», насколько она продумана, рассчитана и плодотворна. А пока мокрые шляпы натянуты на голову, под шляпы надеваем вот такую маску, чтобы не сгорел ни нос, ни уши и помолясь, выходим на воду. Ну вот, прибыли наконец-то наши друзья, проделали сумасшедший долгий путь, и я думаю, ну, стоило так вот вообще мучиться. Хотите узнать впечатление наших челябинских друзей, спросите у них вот. Федор. Я вам хочу сказать, впечатление море, но хочется уже начинать ловить. Можно начать? Поехали! 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 Вперед! Делимся на три экипажа и расходимся. Тактика поиска рыбы достаточно проста. «Змейголов» в эту жару держится у кромки водной растительности, борща, как называют его местные жители. На самом деле, это роголистник погруженный. Он зеленый, но верхняя часть растения действительно имеет характерный красноватый цвет. Наша задача – найти окна и спровоцировать хищника на поклевку приманками, имитирующими плывущих поверху лягушек, мышей или утят. Начало рыбалки. Ищем просто место, где вокруг лодки, где тот сектор, который принесет змееголова. Идут забросы и потом характерное бульканье маленького искусственного утенка. Ну, я не змееголов, но мне кажется, очень привлекательно это бульканье. Где ударят, сойдет, прям туда еще раз бросают. Когда приманка уже наполняется водой, она не становится непривлекательной для рыбы, поэтому нужно отжать. В смысле отжать? там бизнес, а джай просто уже приманка, и все. И сейчас вы посмотрите результат. Смотрите, я сейчас брошу, она сразу же атакует. Вот она. Не верите? Посмотрите. Это вот все, я перешел, вот, вот сразу. И здесь он меня ждет. Вот что значит местный рыболов знает, где стоит и ждет каждая рыба. Или не ждет. А мне кажется, ждет. Тут одно из двух. О, она была. Нет, все как обещали, все так и случилось. Действительно, есть первый долгожданный змейголов. Рыба взяла некрупная, но, как и все его собратья, сопротивляется поначалу из всех своих змейголовских сил. Однако, неизбежно оказывается в нашем рыболовном подсаке, соответственно, мы получаем возможность более внимательно рассмотреть его змеиную голову. А ты ему скажи, моргни, он ничего моргать умеет. Дорогие друзья, пока вы знакомились с информацией, у нас появилась возможность взглянуть, как обстоят дела, у нашего проводника Эдуарда и Федора Шибанова, который в эту минуту выполняет обязанности и комментатора, и оператора. А зачем сейчас? Ты думаешь, так прям попадешь? Ну что, давайте, Эдуард сейчас нам покажет. Поклевку увидим, ты думаешь? Эдуард, у меня такое ощущение, что ты тот еще рыбак-то, Очередной заброс, заброс, есть, спиннинг загнулся, где рыбы, так, как только не уйти, не сорвись, не сорвись, не сорвись, не сорвись, его вообще отпускать нельзя получается, да? спиннинг слабый взял, подгрести, ну мне еле снимать или грести, я тебе не знаю, что делать, давай-ка тащи, короче говоря, смотри, ага, ох ты, хорош, 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 давай, 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 хвост сбыл, ох, блин, что, все, пошла, оттина, ой, оттина, бери этот, леску, у тебя есть перчатка? Прям бери, ну вот это вот, наверное, проблема будет у нас, но зато он теперь не сойдет, ты леску в руки возьми, мне кажется, нет? Да все, можешь выключать камеру, ну ты что, самая интересная, самая борьба? Не-не-не-не, давай-давай-давай, спинник слабый, леску возьми руками, Идит, оттягивай леску, бери ее прямо руки, в руки, на тряпку наматывай ее, чтобы только кончик не сломать сейчас, зато он теперь не уйдет никуда, давай-давай-давай-давай, ааа, блядь, ну это леска, моя любимая эта ушла, лягушка? Да, есть у нас лягушки, все, это первая неудача, или удача, даже не знаю, ну, наверное, проблема в том, что мы все-таки пытались вытащить через эту тину, надо повдоль кидать, нет, нет, давай туда заберемся, нет, нет, а, посмотри, сколько уже, спокойно, спокойно, иди, так, я делаю тормоз, все, да, а ведь мудрый и опытный Роман Батабекович говорил, самое главное, смотри, думать о том, что если туда бросишь, через борщ тебе тяжело будет тащить его, ну понятно, а что, какие варианты-то, а вот к берегу, да, чтобы его по чистой воде немножко тащить, вот Федор Викторович удачно начал свой рыбацкий день, атаковала, 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 вот такие маленькие, Федор, все, счет размочил, начало есть, все, но теперь дело за малым, за трофеем, смотри, какая красота на солнце, какая рыбища, но мы гуманные люди, и мелочь, все говорим, счастливого будучи, вернемся к нашему, уже знакомому экипажу, там, мне кажется, намечаются позитивные события, на Челябинскую утку, что-то он не узнает, говорит, поэтому мы предложим красный светофор, ну, раздражитель, потихонечку, готовимся, тут кидать, покрыжусь к зелену, может быть, все-таки, зеленая лягушка, ее возбудит, каю, нравится, убирает, хорошо кидать, что надо, есть, отлично, красавец, 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 змея, очень красивая рыба, очень хищная, пальцы бы только бы не оторвало, выдернуло просто, вырвало крючок, нет, повернуло на резинку, поправим, и, и корм готов, вот, видишь, он там стоял, он сразу взял, все готово для атаки, все готово для атаки, и атаки следует, хотя, сходы по-прежнему не редки, ну вот, где-то только что вот здесь была атака на нашу уточку, не, не уточка, там лягушонок был, да? Лягушонок? Вот он, пришел, пришел, вот он, тащи, 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 все, не взял? Нет, надо, надо сказать, Александр сказал, Александр сделал, сказал, накажем упрямого, и вот, пожалуйста, опа, змей голов уже плотно сидит на предложенной ему приманке, правда, в лодку он явно не спешит, заводится тростник, а тростник на Чингисхане прочный, как бамбук, но, даже толстые стебли сдаются, и Александр, как говорится, выводит рыбу на чистую воду, о-о, пошел, пошел, нормально, я его так, вот он, так, вот так, посадок, а не, не, ребенка такая, что, ничего там не будет, опа, ну, ничего такой, надо, да, попадаем, давайте, находим, 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 работаем, пизы, так, мы сейчас, побольше, проведем, махнет, съел бы его, дайте мне, о-о-о, блин, он мне порвал, короче, вот такой у него характер, у злобного, змееголова, снимает его, слушай, давай, давай, где ты, ушла, ушла, в этот, в траву, ушел в траву, мы же хотели, туда добраться, давай, 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 вот он идет, где-то идет, сейчас посмотрим, где-то там идет, ой, так далеко, прямо, редко, редко так бывает, что закидываешь, и сразу берет, идет, 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 а эта лягушка, она такая, знаешь, рабочая, не знаю, видно, не видно, вообще ничего не брала, у него сейчас морда забита, смотрится, и он не видит ничего, маленький совсем, вот он и задерывался, ну не совсем, чего уж совсем, а подсадчика у нас нету, да, и раз, первый, 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 да, все, с почином, лепь, иголочка, говорится, я думаю, не входит, надо ближе, как-то, 2-2, ближе, лапки одной нету, нет, вот здесь крючок сошел, между тем рыбалка продолжается, азарт нарастает, некоторые рыболовы в пылу борьбы сбрасывают с себя одежду и подставляют свое тело беспощадному казахстанскому солнцу, однако, возможно, именно это и провоцирует змейголова на особенно активные жадные хватки, например, так происходит в семейном экипаже отца и сына Шибановых, где наибольший успех, на наш взгляд, выпадает на долю Александра. Это что там сейчас такое происходит? Ох, какой! Ох, сейчас траву затащил. Ну, идет он. Идет он, стал. Я думаю, что надо подойти поближе. Ну, как подойти-то надо до весла. Я же удочку вижу. Бать, надо вторым веслом подправить. Проползе три метра. Свинет, спинет, спинет. Да он, конечно, это что-то. Где-то вот там, где ком травы. Тут вообще ничего. Так, наши друзья с пацанком ушли на катере. Ты смотришь, бать, не, не, так не мотай. Так не мотай. Нет, чтобы он не оборвал, бать. По жесткому натягу он может просто порвать. Так, нежно. Как минер. Слушайте, Сенатося, саперы работают с миной. Сейчас. Сейчас взял вон в веревочку. Археологи, а сейчас археологи, они проводят раскопки в траве. Если что, отпускайте, пусть он булькается. Но не такой здоровый. Не такой большой? Вот, мы его видим. Я думаю, мы с ним проще руками закинуем. Давай. Так, закидывай. Есть. Вот он, в общем. Хвост, голова, все в кадре. Сейчас будьте готовы, что и кадр может отлететь. Ого, вот это рыба. Ого, ну четыре-то тут есть. Четыре точно. Да, отлично. Завершается длинный рыбацкий день, но не может завершиться наша рыбалка, потому что еще не поймана Эдуардом Двухименным его счастливая рыба. Хотя, постойте, кажется, уже поймал. Эдик браконьер очередного гиганта зацепил. Треть аккуратно, чтобы пальцы не обшлют. Хороший, блядь. Это че, наверное? Без сачка. Попробуй руку, даже поджаблю засмотрел. Вот такая вот дитинка. Ну что, ваши эмоции, мужчина? Наконец-то! Ну, здесь не то, чтобы хороший, но килограмм пять, я думаю, есть. Вот за ним мы пришли вечером. За ним мы искали его. Обошли полозера и нашли его. Спасибо тебе, родной! А вот теперь действительно можно подводить черту и послушать, что скажут участники об итогах рыбалки. Да, за миговой ловил и на Балхаше, и здесь, но здесь он, конечно, крупнее. Здесь его ловить интереснее, он как будто более спортивный. Не знаю, великолепный. Мне кажется, там просто любить как бы рыбалку, когда есть тяга к рыбалке, забываешь как бы про голод, жару, холод или еще что-то. Вот, вот, прям я отвел душ. Здесь русское выражение, не-не-не, это русское выражение, его надо говорить или пи-пи. Давай. Ну, то есть, в большой работе пи-пи, не пи-пи, вот пи-пи и все будет пи-пи. Ну, то есть, надо работать. Согласен, надо, но уже в следующий раз. Время нашей передачи, дорогие друзья, подошло к концу. Надеюсь, вы не скучали и будете готовы смотреть следующие выпуски нашего проекта. Нас ждет дальняя, дальняя степная по началу дорога. Палящее солнце должно смениться на прохладное уральское солнышко. Всем счастья, здоровья и рыбацких трофеев. Пока. Уходим. Субтитры сделал DimaTorzok